Ну что, ребят, я прошел на второй этап второго сезона Формула-1 на гран-при Бахрейна. Собственно, этап обещает быть не особо интересным, потому что я знал то, что прошлое было в Бахрейнах, эта гонка довольно унылая была все время, потому что боты были чересчур быстрые, я не мог за ними угнаться. Но эта гонка произошла мои ожидания. Во-первых, квалификация. Второй сегмент, у меня тут же проблемы, у меня есть дефект в системе охлаждения, из-за чего я теряю просто половину второго сегмента, и из-за этого я просто смогу не успеть там проехать свои попытки. Окей, первая попытка на софте, которая не увенчалась, к сожалению, успехом. Моя стратегия пойти на один пистоп не сработала, потому что я просто банально не прошел в третий сегмент, потому что после возвращения своего коллекционного круга, у меня остается две с половиной минуты, и я потратил 10 секунд на просмотр результатов, и эти 10 секунд стоили мне круга на суперсофте. Я просто выехал уже из пита быстрым способом, как обычно, и я доехал почти до старт-финишной прямой, где мне просто кончилось время. Соответственно, я буду стартовать где-то с конца. Плюс, почему стратегия на один пид не будет работать, потому что здесь повышенный износ резины у меня довольно высокий реально, из-за чего стратегия в гонке гарантированно два пидстопа, и причем эта стратегия выделилась следующим образом. Я стартую на суперсофте, потом уйду на софт, и потом уже на медиуме я доезжаю. То есть я доезжаю все три типа резины на этом этапе. Ну, собственно, вторая семья заканчивается, и мне просто не хватило реально этих 10 секунд на этот старт-финишной прямой. Так бы я успел пойти на круг, и, может быть, смог пройти в третий сегмент. Но, что имеем, то имеем. Ну, окей, на этом этап не заканчивается, в принципе, то, что я так плохо кофестрел. Сможно пройти там в начале гонки кого-то, и там вырваться, накинуть в хорошую позицию. Как обычно, с гонки также нет дождя, потому что это бахрень, здесь дождь крайне, крайне редок. Ну, и, в принципе, трасса самая довольно интересная. Для меня это один из самых любимых треков, просто из-за своего десятого поворота двойного левого, в котором просто надо знать, как тормозить правильно. Там легко заблокировать переднюю резину, из-за чего износ, опять же, высокий. Ладно, перейдем к стартовой решетке. На первом месте у нас Льюис Эмитон, на втором Сиди Босян Феттель. Что интересно, у Феррари тут есть темп. Третий Вальтери Боттус, четвертый Макс Ферстаппен, пятый Роман Граждан, шестой Кевин Магнуссон, седьмой Нига Хелькемерк, восьмой Сабанакон, девятый Шарли Клер и десятый Сергей Сироткин. Симуляция квалификации в третий сегмент, то есть то, что я там не ехал, крайне ужасно, потому что Сироткин, я думаю, День мог в топ-5 спокойно квалифицироваться, ну, а Феттель в топ-2, это вообще интересно. И, в принципе, Феррари меня удивило на этом этапе своим темпом. Таня, сказать то, что из-за того, что там они просрали большую часть наработок в ДВС, они как-то должны ехать медленно, но в Мельбурне у них был плохой темп. Это было видно даже. Здесь же, я не знаю, что там, в Феттель, наверное, просто поставили двигатели с первого сезона случайно. Собственно, стратегия, я думал, как-то можно сделать на два софта, но потом понимал то, что износ будет крайне высокий, и я просто могу потом последних кругов страдать на резине. А из-за того, что я буду стартать, я буду терять время, из-за того, чтобы потерять время, я буду терять предисы, ну, так и дальше. Поэтому лучше оставить такую стратегию, пусть я и так будет. Кое-как сможем в конце, может быть, там, уже не будет особо, но к борьбе, и за счет этого просто доедем. Ну, и загорается красный гид. И старт был дан, я очень хорошо срываюсь, Райкалин как-то проразевался, Риккярдо старт. По итогу сразу же прохожу Райкалина, пытаюсь тут же пройти Риккярдо, и по внутреннему радиусу прохожу большую часть пилотов. Мы выходим, в первый порт, даже в четвером. Две Форс-Инди и два Вильямса. Но по итогу с Аконом мы выходим уже бок о бок, и я на вторую прямую выхожу уже впереди него. Собственно, как это было, впереди все неплохо стартуют, даже Хюлькенберг пытался пройти тут же какой-то Хас, Хас, Магнусона. И тут же я вот так вот вальяжно врываюсь просто по внутреннему радиусу, мы вчетвером проходим поворот первый опять же. Ну и, к сожалению, Сироткин там затерялся где-то и откатился там на 2-3 позиции назад. Тут же в уже третьем повороте Леклера прохожу с Хюлькенбергом вместе. Так вот получилось то, что Хюлькенберг пришлось довольно жестко проходить, потому что просто, по сути, влетел в него. Ну и Магнусон на обратной прямой, на том же первом кругу я начинаю проходить, но он тут что-то непонятно делает, крайне медленно проходит поворот, пытаясь как-то непонятно закрыть мне траекторию, но по итогу я его все равно смог опередить. Просто перекрестил третью историю после скоростного правого и вышел на обратную прямую опять же впереди. Потом, потратив кругов где-то пять, догнал группу впереди себя в виде Феттеля, Ферстаппина и Грожана. Опять же, влетаю просто в внутреннюю часть поворота и прохожу тут же Грожана. И тут же Ферстаппин уже проиграл борьбу у Феттеля и Феттель даже начал оторваться. Я тут же догнал Ферстаппина, опередил его и все. На этом моменте я до Феттеля никак не мог доехать. Просто мы ехали в одном темпе. Как я и говорил, у Феррари был неплохой здесь почему-то темп. Но да ладно. Собственно, пит-стоп. Это то, из-за чего у меня сгорело в этой игре. Во-первых, сам пит-стоп я въехал в него просто идеально, рассчитав точку торможения. Потом мы задержали еще Мерседес. Что еще лучше, потому что мы могли его еще догнать. Но то, что произойдет сейчас... Мне поставили резину и меня просто не выпускают. Меня задержали. Меня прошел еще и Ферстаппин. Но при этом меня могли выпустить перед Феррари. Должны даже были выпустить. И просто игра не дала мне этого. Почему в этой гребаной игре до сих пор нет нормального ручного пит-стопа полностью? То есть, почему я должен только... Как выглядит ручной пит-стоп здесь? Ты должен просто сбросить скорость до таблички, до указанной там 60 или 80 километров. И все. Дальше игра автоматически делает все за тебя. Почему, блин? Почему нельзя сделать нормальный ручной пит-стоп, где я должен буду сам въехать на свое место, где меня обслужат, я могу сам выехать. Потому что я бы никак не помешал этой Феррари при выезде... при своем выезде. Окей. Потеряв на этом кучу времени, потому что Ферстаппин тут же отъехал от меня на 2 секунды, и догнав два Макларна, которые уже были пройдены, Ферстаппин благополучно. И самое главное, что я вонорнулся в общем-то прямой. Причем мне уже был пофиг на эту гонку, потому что, ну, просто мне игра подосрала дико. Догнал потом Ферстаппина с Эриксоном, которого он почему-то так вот долго мариновал, но и по итогу кое-как прошел. Тут же и я подключился к этой борьбе с Эриксоном, перекрестил кое-как траекторию, ну и, соответственно, его спокойно прошел. Ферстаппин тут же пристроился напрямой, и все-таки у меня мотору пусть Мерседес, и так же у нас офигительная динамика, и я спокойно напрямую еще до конца, напрямую начинаю его опережать. Получаю также ТРС от него, ну и выхожу на старцевич напрямую, и спокойно с ТРС начинаю пытаться догонять Феттеля. Но я его не смог догнать, даже к концу гонки. Никак. Просто никак. И все. По итогу, что мы имеем? Просто сгоревшую по чертям жопу мою после этого этапа, потому что то, что я увидел на пистопе, ну, у меня просто порвало жопу, потому что, ну, как так может, блин, господи. У меня просто... Из-за этого всего просто, ну, гонка пошла не по тому руслу, которому должна была пойти. Да, я не рассчитывал здесь в игре, потому что Мерседес очень хорошая ТВС, и, в принципе, у них будет очень хороший темп на этой гонке. Но, черт подери, я мог побороться хотя бы за подиум, попытаться. Хотя да, у нас все-таки там Рикардо финишил на третьем месте, который был на одном пите, и так же на чертом месте перенесил Форсиндио, которая тоже была на одном пите. Но Феттель там постепенно Форсиндио это догонял. Но, опять же, я не мог позволить себе два софта на этом этапе, потому что у нас большой износ соединины, с которым мы будем бороться уже. И, в принципе, у меня сейчас идея прокачки полида следующая стала, то, что в шасси мы берем только износ резины, потом забиваем на это шасси и просто приходим в ДВС, скачаем ДВС, делаем все больше мощности, и за счет мощности выигрываем на прямых, за счет хороших динамиков выигрываем в поворотах, и все, мы выигрываем просто всех и вся. Да, отличный план, я думаю. По итогу, что мы имеем? Первое место Льюис Хэммерсон, второй Вальтер Бот, состоятельный для Рикардо. Для мерсетации это идеально, да, потому что они приехали на первом-втором месте и заработали в общей сумме 43 очка в кубке конструкторов. Мы же с Сироткиным заработали всего лишь 9, и я приехал, при этом тоже на 6-ом месте. Да, пусть прорвался с 15-го на 6-ое, но могло быть намного лучше на этом этапе, просто за подиум. Но опять же, тут все началось с сорванной квалификацией. Кубки, в за счете я пока отстаю от Хэммерсона 10 очков, но это оставание такой, если это начало этапа, начало сезон точнее. Но в кубке конструкторов, если такая у нас ситуация, продолжится то, что Сироткин где-то опять будет в конце финишировать, я же тоже как-то буду, пусть и в первом приезжать, но не всегда, то мы навряд ли выиграем кубок конструкторов. Так что пока ситуация удручающая у нас. Также не сделал цель командную, потому что я не добрал всего лишь там 12, где-то 4 очка, потому что я выиграл в первый этап, и надо было добрать уже 12, но извините, как бы хорошие задачи, да, которые легко выполнить. Я не спорю, да, это сложная задача, у меня стоит сложность сложная задача, но 37 очков, это на хорошем болиде, и только если реально два этапа будут, приезжать только в хороших очках, всё, никак по-другому. По итогу, вкачаю, как я говорил, будем идти к снижению внос резины, поэтому берём снижение веса, меньше будет весить, будет лучше разгон, всё. Для этого, ребят, всё, спасибо, что смотрели, с вами был Warhammer, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорой встречи, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok